А если поправки примут, то я задумываюсь над тем, чтобы перебраться куда-то. Но мне хотелось бы остаться, пока это не затрагивает меня лично, пока нет угрозы моей безопасности и я понимаю, что я могу жить полноценной жизнью здесь, в этой стране, я бы не хотел уезжать. Есть какое-то, наверное, ощущение, что если вокруг все меняется, то возможно, что когда-то изменится к лучшему. И я просто понимаю, что если я уеду, в принципе, все, кому некомфортно, они пытаются уехать. Они не пытаются изменить как-то среду, в которой они остаются, чтобы сделать ее чуть-чуть лучше. Мне кажется, что нужно побольше оставаться таким классным, креативным ребятам, которые могут, в принципе, все это поменять. У Мила съехал брат, и образовалась пустота в виде комнаты, а мне было нигде жить, я жил на чердаке у подруги и замерзал каждый день, поэтому Мила пригласила меня к себе. А я сказал «да». И так началось... Он долго думал. Мила меня уговорила. Да, и вот началась наша локальная сексуальная семья. Ну, в смысле, у нас нет отношений с Милой, но у меня есть отношения, и у Милы есть отношения. А вместе мы все равно семья. Как только я начал за границу уезжать, после Норвегии, у меня вообще пропало ощущение дома. Я как бы перекантовывался у мамы, получается, потом снова уезжал, потом снова перекантовывался. Потом съемные квартиры, там, подруги на чердаке. Ну, то есть такое все время, непонятно как, непонятно где. Сейчас вот какое-то ощущение такое, что хорошо. А я пошла целую. Не, ну, она моя подруга. И на данный момент... Такую даже больше... Ну, сестра, может быть, роль. Какая-то. Ну, очень такое семейное, душевное. Ну, мы раньше общались. Мы очень хорошо начали общаться полтора года назад. И потом Мила пришла к нам волонтером в Агрии. Вот мы стали чаще общаться, вместе съездили в Германию на проект. И вот как раз там и решили пожить вместе. Но она мне предложила. Но я так долго думал над этим, чтобы оценивал свои возможности. Пандемия, пандемия, но операции по расписанию. В стране коронавирус, а я еду себе грудь отрезать. Ну, что я за человек? Именно с такими словами я садился в поезд, следующий в Москву. Я ехал на операцию, которая была запланирована за несколько месяцев до пандемии. Так как тогда я и понятия не имел, что ситуация может обернуться в такую сторону. В поезде было достаточно немного людей по сравнению с обычной загруженностью. Многие ехали только часть дороги, выходя на небольших станциях. Проводники в масках, дезинфекция ручек в проходах, постоянно стоящие полицейские. Атмосфера поезда была слегка гнетущей. Но если забиться на свою койку с книгой, это вполне сносно. В Москву я прибыл утром и сразу получил пропуск. QR-код, который можно легко сделать на сайте. Улицы Москвы удивились сразу же. Обилие полицейских, которое было гораздо больше, чем гражданских. Люди в масках. Пустые улицы без потока машин. Я забирался в такси, чтобы меньше контактировать с окружающими и поехал в клинику. Привет. Короче, это у меня второй день после операции. Я нахожусь в Москве. Мне нужно будет добираться до своего города на поезде. С вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так что я предвкушаю прекрасное путешествие. Чувствую себя достаточно хорошо. Скоро придет врач. Я буду смотреть, что поменялось, не поменялось в течение ночи. Какая прогрессия идет. Я думаю, что прогрессия нужна. Все-таки... Все-таки все должно там заживать. Все должно быть кровоснабжаться. Соски должны кровоснабжаться. Кровь соскам. Ууу. Да. Чу-чу-чу Вообще не умею говорить, как они Такие трудности Я тут жил какое-то время даже, я на этом диване спал Прошлым летом было очень много движух, много вечеринок И я за ними как бы наблюдал, следил, а потом уже здесь оставался, потому что утром какие-то мероприятия начинались Таким администратором было, получается И нас учат вести себя подобным образом, по норме, как это должно быть, как раз таки со всех каналов информации, которая поступает к нам Ну, опять же, да, это самое первое, это близкий круг нашего общения, то есть это наши родственники, семья Дальше это идёт СМИ, дальше книги, учебники и так далее Вы читали когда-нибудь учебники ваших детей? Для того, чтобы гендер это про социум, это про то, как нас воспитывают, это про роли, которые мы играем каждый день Просто для того, чтобы считаться тем или иным названием Ещё раз поясню, я лингвист И я отношусь вообще ко всем словам, которые мы используем, с небольшим трепетом В обществе, когда человек родился, его сажают на конвейер И в конвейерах, к сожалению, только две ленты Одна голубая, другая розовенькая И когда ребёнка выносят в конвертике, например, голубом, он идёт по одному пути развития У него изначально совершенно другой путь, совершенно другое отношение общества к этому человечку А когда девочки говорят, что почему ты ведёшь себя как мальчик Обычно это ситуация, когда, ну, любят называть, что девчонка... Лазать по гаражам... Пацанка Пацанка И в течение лета я практически там жил, мы делали проекты, ежедневно практически что-то происходило А потом я съездил на пару школ за границу и стал сотрудничать под конец года с немецким фондом Фридриха Наумана И, в принципе, я с ними сотрудничаю до сих пор, как ИП У нас было запланировано несколько мероприятий, которые, к сожалению, отменились из-за коронавируса И я, как бы так, остался без работы и не знал, чем, в принципе, заниматься дальше А потом на меня случайно вышла знакомая, которая сейчас живёт в Испании И предложила мне работать у них в компании Поэтому я сейчас на удалёнке работаю, помогаю бизнесу в Испании Спрашивает, какое имя я себе выбрал Джей Спрашивает про мать и семью Рассказываю ему непростую историю со становлением, про то, как меня воспитывали Когда заходит вопрос о братьях и сёстрах, он спрашивает Братья и сёстры есть? Отвечаю Есть Два старших брата Но мама всегда хотела дочку Смеюсь Доктор смеётся в ответ После беседы доктор подключает ко мне датчики На сердце и на руки И просит посидеть 10-12 минут, пока компьютер размеряет мою психическую устойчивость Сижу Сначала сердце колотится, потом начинаю думать о чём-то приятном Вспоминаю друзей, их шутки Монолог из Шекспира О, давай его вспомним All the world, the stage, and all men and women are male players Да, показатели у вас близки к идеальным Страстоустойчивость можно написать в резюме Высокая эмоциональная восприимчивость Видно большое неприятие своего тела На этом мы закончили Это мой детский абажур То есть я его забрал у мамы Мы его, по-моему, поменяли ткань на нём Когда я ещё в подростковом возрасте был И я его забрал у мамы, когда съезжал Ей очень тяжело воспринимать эту ситуацию Потому что она хотела дочку очень И когда она взяла меня, скажем так, удочерила То всё-таки вложила часть какой-то сценария в меня А я не оправдал Наверно где-то... Я её видел после операции По-моему, в мае Мы с ней случайно столкнулись Я заходил за почтой домой Она меня не узнала Пролетела мимо Я такой, мам Она такая, ой, я думал это мальчик какой-то Сейчас я уже нашёл, скажем так Возможность, знаешь, замещения вот этой вот Потребности в семье У меня семью сейчас просто... Роль, функции семьи выполняют другие люди Я не помню свои сны Все оставил в летниках Спой мне тихо, кто мне ты Пой как мама, вой в песках